С 25 по 28 сентября в Москве проходил 12-й международный турнир по комплексному единоборству на Кубок Объединенного Договора Коллективной Безопасности. В нем приняли участие сборные команды стран-участников ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также команды Южной Осетии и Вьетнама. На торжественной церемонии открытия турнира было зачитано приветствие генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи. Уверен, что нынешние соревнования – еще одна из веха в развитии и совершенствовании этого мужественного вида спорта. Солидарный вклад в укрепление дружбы между народами, безопасности и стабильности на общерном евразийском пространстве. Желаю всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы, спортивных достижений, удачи и самых ярких и незабываемых впечатлений. Спасибо за внимание. Комплексное единоборство – это прикладной вид спортивного единоборства, созданный на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Бой состоит из двух раундов. Первый раунд – ударное единоборство в боксерских перчатках и защитном снаряжении, где разрешают с удару кулаком в голову и стопой ноги по защите. Второй раунд носит характер спортивной борьбы без защитного снаряжения с проведением бросков и болевых приемов. Ну а комплексный единоборство, как служебно-прикладной вид спорта, был по становлению правительства в 2009 году подписан. И у нас уже осталось прямое предназначение, как спорт двойного назначения, то есть это и спорт высших достижений, потому что уже второй год, как за турниры, на кубок ОДКБ присваиваются звания мастеров спорта международного класса. Сотрудники женщины получают звание мастеров спорта, но это в первую очередь вид служебно-прикладной подготовки, который позволяет сотрудникам в реальной ситуации противостоять сильным преступникам-правонарушителям и уходить победителям в этой ситуации. Самую представительную сборную выставила хозяйка турнира «Россия». Нашу страну представляли команды Министерства обороны, Федеральные службы судебных приставов, Федеральные службы исполнения наказаний, Министерство внутренних дел и других министерств и ведомств. Как и прежде, команду военного ведомства представляли спортсмены Центрального спортивного клуба армии. Один из самых красивых боев турнира провел представитель ЦСКА рядовой Рустам Керимов. В финале личного первенства он уверенно победил опытного соперника, мастера спорта международного класса по универсальному бою Игоря Чемякина из МВД Белоруссии. За всю историю турнира Рустам стал первым спортсменом, выполнившим норматив мастера спорта Российской Федерации. В общекомандном зачете победителем Кубка ОДКБ стала сборная России, на втором месте команда Белоруссии, на третьем – представители Киргизии. Во внутреннем отечественном турнире первенствовали спортсмены вооруженных сил, второе место у Федеральной службы исполнения наказаний, третье досталось Министерству внутренних дел.